Добрейшего времени суток, дамы и господа, с вами снова Anak. Данное видео станет очередным разбором. Сегодня у нас будет персонаж из Серебра 3, Саппорт, Анна. Разбор на Близзард Ворлде. Поехали! На что мы обращаем внимание, когда мы играем на бабки на нашу команду? Мы смотрим в первую очередь на то, в кого мы можем сдать нано-буст, чтобы просто примерно спланироваться по геймплею. И в данной катке у нас оба DPS'а подходят под нано, это нано-блэйт, нано-саджорн, ультимейт, либо даже танк, нано-ароматра. Поэтому здесь Анна себе применение найдет точно. А это главный дефолт. Знаете, вот Анна хуже всего играется в композициях, где она не может, ну, никаким образом пристроить свой нано-буст. Потому что банки это value нестабильное, бывает попадешь, бывает не попадешь, прокинешь, не прокинешь. Слепые нужны не всегда, но больше для выживаемости, ну а хилботингам, как известно, овервочей игру не выиграть. Поэтому основное это все-таки реализация наших кнопок, и нано-буст это основная кнопка. В напарнике у нас идет Мерси, этот пресс-наш нам подходит более чем, она будет играть в связке саджорн. Ну а танком выступает роматра, обращаем внимание на пиктанка, в том числе на Ане. Танк, который впитывает много дэмэджа, является для нас приятным союзником. Мы здесь должны будем держать свой фокус хила на роматре непосредственно, ну и иногда генжи в основном. Выходим на мидл, ждем, да, не спешим никуда, на бабки мы не должны идти вперед, мы не обязаны собирать информацию, лицом торговать не хотим, мало ли у противника будет снайпер, может случиться неприятный, курьезный случай. А вот так вот за роматрой, за поворотиком, спокойно не высовываясь, стоим лещим его. Я бы делал именно то же самое, пока команда не может продвинуться сильно вперед, нам спешить некуда. Почему? Потому что мы себя реализуем даже в этом челке, стоя вот так вот, как на кадре, более чем. Мы просто накопим на на буст очень быстро, если роматра будет тейка дэмэдж, а мы его будем лечить. Банка пойдет в тоненькую цель рядом с нами, роматру выхиливаем, но с копом должны хорошо по нему попадать, большой танк, в него трудно промазать, но мы пытаемся иногда. В общем-то, генджи погиб, не наша вина, мы стоим, захиливаем роматру, хилботим в этом моменте, нормальный план. И как только команда продвигается вперед, ищем варианты сдать банку на контакт, плюс, возможно, слип. Ну, такую стенку, да, мы вряд ли сможем проломать, поэтому немножко обойти вариант хороший. Банка на сейф по-любому на полхэпэшную цель, все очень круто сделали. Ну, в идеале еще саджодную тычку, но не критично, если долго не можешь найти, можешь даже забивать, потому что мерся тоже занимается этим, это ее связка. А мы как раз-таки лечить не обязаны данного тонкого персонажа, при этом наш роматра пошел вперед. То есть ты как будто даже не можешь тратить физически слишком много времени на поиск битого сквиша, потому что вот этот вот впереди роматра, он, возможно, не остановится и будет идти до конца, надо проверить, мы пока не знаем. Так, ну, мы не спешим сильно вперед, видишь, продвижения нету, мы не можем продвинуться, поэтому, да, сильно нарожен, не лезь. Здесь нужно стоять аккуратненько из-за поворота, доигрывать. Ну, вот, кстати, хороший угол, хороший момент, чтобы дать какую-то обилку. Противник не защищен ничем, мы у него на фланге. Я бы здесь на твоем месте за Мерсю справа не переживал. У тебя слева был хороший вариант клатча, который можно сделать сапом. Подставилась Мэй, стоит, кинь в нее банку, она моментально отдаст шифт. После шифта твоя команда вместе со всеми остальными тиммейтами вбежишь, и вместе ее убьете. Она в диспозиции, она очень глубоко, а ее союзники отошли. То есть как будто очень хочется, да, вот, помогать роматре идти вперед. Вот это действие уже более верное, да, попытка банку там закинуть. Мерсю в спине, сам понимаешь. Ну, здесь команда очень глубоко ушла, мы подставляемся по итогу под камень, да, будем, похоже, погибать. Согласен, плей такой от тиммейтов, ну, не очень способствующий нашей выживаемости. Ну, и мы обилку отдали тоже, так. Как бы мысль была верная, да, но остались в итоге очень уязвимы. Тем не менее, ну, неплохо на самом деле, разыгранно все равно глобально, как бы не показалось с виду. Наша здесь смерть, она такая, мы, скажем так, втанковали, потому что наш танк убежал в бэклайн. Ну, видишь, это сработало, то есть он убежал в бэклайн по причине, он кого-то пропушил, поэтому не критично. Надо пытаться выйти налево, попытаться слипнуть сигму, если возможно. Если получится это сделать, будет великолепно. Здесь бы сомбру я вообще даже не пытался на том месте слипать. Почему? Потому что на фронте умирает роматра. Мы очень поздно приходим, сигму ультовал, и нужно понимать, что в случае смерти роматры никакого продолжения игры здесь точно не будет. При этом Саджорен может выиграть дуэль с сомброй сама. Она ее может задуэлить, может попасть ей хэдшот с помощью заряженного раугана и убить ее, да, то есть варианты выигрыша есть. Поэтому очень-очень важно спасать. Не справляется она, но не наша проблема, мы ничего не можем. Да, кстати, докопить нано-буст как же хочется, один процентик, да? Очень хочется, зря отвлекаешься на секунду. Ну, нано-буст здесь напрашивается безусловно. Но, как я сказал в начале, роматра цель тоже неплохая, очень даже для нано-буста, но на роматра все вайпает. И в этой ситуации, когда все были дпс-мертвы, роматра ультанул, конечно, мы жмем. Ну, точка захвачена, дальше уже что будет не особо важно. Просто пытаемся добыть любое вэлю, которое можем, кого-то подлечить, кого-то поддамажить, убить, и мы остаемся на телеге. Не, не беги за роматру. Ну что, он фу, хп, не надо трогать дедушку. Дедушка там что-то писал в чат, возможно, чай себе наливал. Сядь на телегу, тащи ее, это твоя работа. С телеги не отходим ни в коем случае. Здесь ты должен оставаться на телеге. Мерся более контактный саппорт, который должен бегать с тиммейтами, занимать хайграунды и так далее и тому подобное. Ну, а мы должны стоять на тележке. Здесь, смотри, все фулл хп, перед тобой еще сигма вдалеке. На бабки не нужно терять тоже моменты, такие уж совсем халявные, где можно поработать дэмэджем. Зайди в зум, дай тычку в сигму. Это бесплатно, это плюс ультимейт. Поломай шелду, потыкай сигму, не стесняйся, да. То есть, когда вот совсем ничего делать, играть в дэмэдж на Ане тоже нужно, почему нет. Дамаг, в принципе, не маленький, хоть и точечный. Ну и прожимается, сажал, умирает генжу. Окей, мы на телеге. Здесь в телеге, вон, не отходи. Дальше и дэмэджем, и хилом работаем по союзникам оппонента. Многовато тычек в ароматру фулового, да. То есть, хотелось бы от тебя в этом моменте тоже видеть какую-то попытку агрессии. Так, тут наловили, банку под себя надо было дать. Зря банку не даешь, потому что на 70 хп ты полностью ваншотный. Ты не можешь продолжать просто файт, ты не можешь ничего делать толком. И на рангах повыше тебя, ДПСы противника и Кирика, то есть, и та же Мэй могут очень легко наказать. Тычка в башку, ты умираешь. Здесь ни в коем случае умирать нельзя. Вот залетела, видишь, то есть, чуть позже залетело серебро, невысокий рейтинг, тычка, но она будет залетать в любом случае по тебе. И банку все равно приходится отдать, так лучше бы ты отдал ее на 2 секунды раньше. Ну, файт уже очень тяжелый, ароматр вообще не знает стопов. Здесь хотелось зайти в зум, да, на секундочку, квикс-хлоп, если не изучал, надо подучить. Быстро заходишь в зум, даешь тычку, выходишь из зума. Такая вот простенькая техника, позволяет почти моментально давать тычку в сколпе. Ароматр здесь тяжело просто попасть, он далековато отошел, и мы не можем сидеть в сколпе, потому что на хг стоят ДПС врага. Но зайти в сколп на одну тычку, это хорошая часть стрейфа, она часто позволяет тебе дать гарантированный хилл и не умереть. Ну, очень тяжелый файт, вряд ли мы это выигрываем. Точно, ну, все-все-все-все-все, сдаемся в плен, да, просто умирай, не надо даже убегать. Я бы ни в коем случае здесь не убегал, бабушка в звязке, можем не уйти, умрем очень поздно, будет печально. Сигма от нас вряд ли отстанет. Ну, слип был шанс еще тоже поджить, подвыжить. Банку даже агрессивную даем. Ну, везет, что вот просто Сигма нас не наказывает, не хватает ему Аима, к сожалению. Должен он здесь был нас убивать, а ты должен был умирать на телеге, запомни. Когда такая ситуация, что все мертвы, выигрывающая жизнь твоего персонажа далеко не всегда важна. И здесь та самая катка, момент, где можно было умирать. Так что ж, ароматра очень сильная ульта, ну, ульта ультра сильная, в серебре всех убивает, я не удивлен. Она даже в гейме всех убивает, зачастую, поэтому все закономерно. Как могли, поддержали, Сигмуны ковыряли, на телеге остаемся, все живы. Нано-буст готов, нажимаем тап и видим, что ни у кого из дпсов кнопка не готова. Поэтому здесь два варианта глобально в макроигре. Первый, самый приоритетный, это просто дождаться любую кнопку своих тиммейтов. Второй, вынужденный, менее, который хочется использовать, это дать нано в шифт нашего ароматры. Ароматра под шифтом под нано очень больно бьет и имеет шанс кого-то убить. Поэтому, если будет вынуждена необходимость, то можно разрядиться ульту, да, но не очень хочется. У тебя комбо ультимейт, я бы здесь старался не использовать ульту максимально, поэтому следим. Ну, то есть как бы ароматра нормально, ну, нажал, бегает в шифте, бьет кого-то, нас это устраивает. Мы не хотим использовать, да, мы не копимся, но уже по 60 у дпсов, ароматры 40, то есть не так долго ждать, да, видишь. Буквально один файт и команда будет с нано блейдом, либо нано саджором, просто дожидаемся. В этом бою очень не хватает от тебя какой-то активности, очень хочется даже сейчас слип дать. Поскольку мы не можем давать ультимейт, не хотим, вернее давать ультимейт, можем, но не хотим. Банку в оппонента, слип в оппонента, очень-очень хочется внести какой-то импакт, кроме хилботинга. Потому что лечить особой мотивации нет, у нас готов к ульт. Ну, вот докопилась саджа. Когда докопилась саджа, дефолт простой, если она нажимает, я бы в нее докидывал нано, если нет, то ждем генжи в идеале. Ну, она нажала, я бы здесь точно продолжил в саджу, дал бы ему уверенности. Ах, вот попытка в ароматру мне нравится намного меньше, да. Во-первых, в ароматру был без ульты. Во-вторых, ты пытался дать нано на сейв, а не на убийство команды противника. В-третьих, он, ну, ты сам видишь, рискованно умирал на одном хп, лучше подождать и дать гарантированную ультимейт в комбу какую-то все-таки. Этот нано-буст имел бы место, знаешь, в какой ситуации? Вот если бы у тебя на дпс-ах были бы персонажи, например, Мэй и Трэйса. Да, в этом случае ты хочешь давать нано-бусты и на сейв ароматру своего танка, и на комбу с ароматурой, как угодно, то есть ты свободен. А когда ты играешь в связке, в комбо-связке, ты как будто бы обязан давать комбу. Потому что комба это очень сильно на любом рейтинге. И усиливать в серебре генжи с ножом тоже нужно, тоже нужно. Эти генжи тоже хотят любви, поэтому... К сожалению, наш генжи остается без нано. Тяжелая битва для него будет. Ну, посмотрим сейчас. Банка ранняя. Простая рекомендация по банке. Тоже частенько такая ошибка возникает в разборах. Люди кидают банку и совсем не думают, будет ли у этой банки какое-то продолжение. Ты пойми, даже если бы эта банка залетела в пятерых, она бы была плохой. Просто по той причине, что никто не может продолжить атаку в банку. Ты дал ее по троим, это очень неплохая банка. Это хорошая банка в Overwatch 2. И какой толк с нее? Никакого. Ну, обилка потрачена. Генжи ультанул, попытался раздайти. Конкретно здесь происходит очень классная реализация. Как ни странно, той самой банки, за которой я тебя только что ругал. Я не знаю, скопировались вы или нет. Кричал ли этому генжи, что ты банканул троих. Знал ли он об этом? Нет. Блэйд, но он нажимает Блэйд и доедает всю команду противника, которая потратила Сузу. Это единственный сейф, который у них был, бассейн отдавали до этого. То есть, здесь парадоксально. Ну, хоть не комментируй, да. Но банка была отвратительная на самом деле. Банка была ужасная. Команда была не готова. Танк был в респауне, да. То есть, все было против того, чтобы эту банку давать. По идее, к банке нужен какой-то аргумент. Например, твой танк подошел, контактится с оппонентом. Ну, хорошо. Дал банку, все. Он там проламывает лиса. Там еще какие-то кнопки идут у вас. Не знаю. Возможно, вы скопировались. Возможно, Генжи здесь, ну, знал, что будет вход какой-то от тебя. А то банка залетела. Может, он увидел сам. Получилось. Феноменально хорошо. Но это скорее парадокс. Такого обычно происходить не будет, если ты будешь давать банку прямо через всю карту в оппонент, во всю команду до битвы. Нужно стараться давать ее на контакт. Вот сейчас хороший момент. Вы ароматры на контакте с Мэй, на контакте с Сигмой. Если бы ты дал банку и спанул бы с тиммейтой оппонента, либо хотя бы оппонента, было бы очень здорово. Попытка банки. Одобряю. Тайминг правильный. Результативность, ну, нулевая. Промазал. Ну, здесь уже чисто механика. Пытаемся дамажить оппонента. Это верное действие. Я бы здесь тоже дамажил врагов. Ну, желание дать банку верное, да, опять же. Но не совсем же в щит ее кидать, дружище. Но обрати внимание, у Сигма щит стоит. Ты прямо в щит кидаешь. То есть, подождал бы лишнюю секунду, мог бы точно гарантированно банку дать хотя бы кого-то одного не через шелду. Ну, поспешили, поспешили, бывает. Ну, вот у новой банка докопилось. Снова поспешили. Слушай, ну, три банки, все три поспешил. И до этого на вход тоже с банкой поспешил. Сразу видно, что с банками торопишься. Переходим к обороне, друзья. У нас все та же композиция, вообще ничего не изменилось. Все те же комбы. Очень приятная компа для Анны, поэтому продолжаем играть, продолжаем кайфовать. Только очень агрессивно стоим. Здесь обычно бабка не стоит. Но в оправдание тебя скажу, что Ироматра тоже обычно статую не дефит. Да, то есть, играем очень контактно. Нужно быть, знаешь, на таком коротком поводке и готовиться быстро убегать. Оппоненты очень легко могут забежать к нам в тыл, разбить нашу оборону. Обезьяна, по сути, вот уже остается у нас в спине, очень неприятно. Не она одна, видишь? У нас сзади гнездо. Хороший контроль Манкеса, да. Банку только еще тоже. Ну, все, вот теперь полный сервис. Теперь хорошо. Полностью все довольны. Обезьяна довольна, наелась, пошла спать. Ну, и, в общем-то, продолжаем копиться. Пытаться копиться. Ну, ты же видишь, он фоу хп, да? То есть, зачем ты пытаешься по нему попасть, если перед тобой есть еще и оппоненты? Ну, кинь дротик его оппонента. Да, выстрел сложный. Не спорю, вряд ли попадешь. Но один из десяти будет попадать. А один из десяти тоже попадание. Тоже копка ульта. Вообще не помешает, не лишним будет. Ну, вот. Неприятный случай. Но мы не могли ничего сделать. Весьма не виноваты. А вот это уже ужасно, дружище. Здесь, конечно... Ну, его быстро сплавило. Правда, я тебе скажу, что ты его проспал вообще моментально. Вы все видели, он растворился в секунду на Роматре. Но желательно танк своего спасать. Вот это фокус твой. То есть, старайся не отвлекаться на какие-то там события серии. Убили Саджу. Тресают. Мы стоим смотрим. По итогу Роматра у нас откисает. Но здесь только умирать на точке. Мы ничего не можем поделать. Со смертью Роматры. Линия судьбы нашего персонажа обрывается на данном чекпоинте. И точка будет врага. Приспаемся. Сразу бежал бы на ХГ. Наверх поднимался бы на твоем месте. Сайловенько подальше встал куда-нибудь. Ну, лево-вниз. Нет смысла бежать, дружище. Нет смысла. Займи хайграунд. На хайграунде весело. Там уже Генжи хочет хил. Вот ты бы его полечил, если бы поднялся. А куда ты в принципе бежишь? Там же никого нету из тиммейтов. Мы не хотим танковать лицо. Мы хотим встать в хорошую позицию на хайграунд. С хайграунда все это видно абсолютно. Ну. Надеемся в таком случае, что Роматра подойдет близко на угол. Будет дефать в упоре. Давайте посмотрим. Потому что позиция не лучшая. Упрашиваем Роматру подойти поближе. Но Роматра думает, что он снайпер. Бывает. Серебро. Не самый высокий ранг. Не самый опытный игрок. Ну, мы с этого работаем. Дуем его. Да-да-да. Копимся. Обязательно. И нажимаем тап уже. Даже можно нажимать тап. Ты должен вот сейчас на реводе нажать тап. Посмотреть, кто у тебя в команде есть. Ну, по ультимейтам. Видим, что готова почти Саджа. Почти Роматра. Почти Генжи. То есть в любого из них давать можно. Желательно, чтобы кто-то из них активировал первый. Сейчас происходит неприятный момент. Только по одной причине. Ты стоишь все еще в очень плохой позиции на лоу-граунде в центре мапы. Старайся просто не стоять в центре мапы никогда. Это глобальный совет. К любой стене прижиматься, чтобы вот так вот тебя Мэра не выжигала. Чтобы вот так вот обезьяна прям в тебе не сидела. Ну что, пошел гол тайм. Роматра на одном хп. Нормально на буст. Без вообще... Без какого-либо зазрения совести. Даем его в Роматру. Потому что у него 90 ульты было. Мы видели. На риоде. И команда побеждает. Трейды неплохие. Противник нажимал много. Мы тоже нажимали много. Генжи остался без ужина. Но такое бывает в большой семье, когда и Роматра есть и Саджа, и Генжи. В любом случае половина из них будет без ультов. Ну, без поддержки нано. Именно я с виду. Снова стоим в центре мапы. Ну, хоть немножко. Вот любой рог рангом повыше занял бы позицию в два шага влево. Два шага вперед-вправо. То есть поблизывал бы любую стену. Потому что ты не хочешь стоять вот так вот. Курить бамбук. Ну, залетится ПКМ Саджорн тебе через всю мапу. Ну, неприятно будет. Неприятно. С обезьяной приходится общаться. Видишь, тоже очень неприятный собеседник. Ну, как бы нам оно надо вообще. Вообще нет. Очень-очень агрессивно стоишь. Прям очень нужно отойти назад. Обезьяна пытается оттолкнуть нас. Хороший слип, хорошая банка пойдет. Полный сервис. Обычно, правда, дают сначала слип в обезьяну. А потом уже банку на выход здесь надо. Так что здесь порядок немножко неправильный. Но все попали. Что ж, умирает Роматра. Не смотри спасти. Сами тоже умрем. И, к сожалению, происходит два файта по цене одного. Из-за того, что ваша команда изначально плохо дефила телегу. Изначально не было никакого преимущества у вас. Оппоненты легко заходили на W. Вы просто отбегали, не дрались на телеге, не контестили. Они доезжают за один файт. Весь второй чекпоинт. Ну, много, конечно, от танка зависит в такой ситуации. Скажу честно. Да, то есть он должен контестить. Он должен пытаться помогать. Мы должны обыгрывать каким-то образом тележку. И без него это делать трудно. Уходим назад. Танка нет, дружище, с кем ты воюешь? Почему ты думаешь, что ты Роматра? Ты же не Роматра. Тебе будет очень больно. Ну, ты умираешь строго по причине того, что не уследил за смертью своего танка. Печальный момент для вашей команды. Минус Блэйд. Вы умираете по одному. Куча времени телега едет. Третий чекпоинт. Она наполовину проехала тоже без боя. Вы заплатили свой нож, чтобы отдать им половину дорожки. Супер парадоксально тоже. Такое стечение обстоятельств, скажем так. Ну и прожимается Мэр. Попытка слипнуть ее должна быть. Обязательно. Обязательно. Одна Мэр из 15 слипнется. Хороший момент. Рад, что ты попытался. Очень тяжело, понимаю. Про Алису мы забыли, почему ты отвлек нас вот этот вот Винстон сзади. По-хорошему, ты под Мерсей. То есть тебя лечат. Ты не убиваешь быстро обезьяну на фуловую. Не пытайся ее доубить. Зачем? Пытайся спасти кого-то еще. Первая цель, за которой нужно было позаботиться в этом бою, это Мерсе. Которая сама тебя лечит. Ну а на вульте вторая цель твой танк. Про которого, если не ты, то никто не вспомнит в этой команде. Но ты все-таки бабушка. Ты должен заботиться о нем. Ну что, попытаемся докопить нано. Ребята, очень важно. Хорошо докопили. Не хочется в этом бою уже сдавать особую ульту. Видим, что оппоненты стопорнулись. Они тут одного потеряли. Кто-то там еще в банке. Тут у нас обезьяна прыгает. Мы провозвлекаем ее. То есть, как будто победа, да, уже? Ну и нано-буст 100 у нас. Смотри, в команде свища произошли. Сигма плохая. Цель под нано-буст такая средненькая. Генжи отлично. Рипер, ну такая выше среднего. Тоже неплохая. То есть нано-рипер, либо нано-генжи. Я попытался бы на этом месте ультимейт похаудить. Не спешил бы его отдавать. Ну и в идеале дожатся Генжи. Но если рипер будет просить, либо будет вариант, в рипера тоже, конечно, жмем. Я бы здесь слеп прокинул на повороте. Очень хорошо стоим далеко. То есть, что, слеп дать, отбежать? Нормально. Сделал бы то же самое, да. Друзья, мы не боимся особо. Танк наш с нами. Хочется немножко назад отойти. Как будто ты пытаешься, знаешь, как будто ты такой смотришь на рипера и такой Ну давай, ну давай, ну нажми уже, я так хочу продолжить, тебе надо. Но в таком случае, ты если очень ждешь от него экшена, а он не делает, зафорси его. Потому что ты себя убиваешь такой позиции. Ты себя убиваешь тем, что пытаешься от него чего-то ждать. Это не очень здорово на Ане форсить ДПСа к чему-то. Но если ты хочешь так играть, тогда нажимай Q в него. Если не хочешь, то зачем ты вообще в него смотришь? Почему ты не отходишь, когда на тебе сидит обезьяна? У меня простой вопрос. Ну и банку промазал. Механическая ошибка, дружище. Под себя банку был обязан дать. Просто обязан. Слушай, ну по итогу я не знаю, успеем ли мы выйти. Смотрим. Саджорн сделала отличный фраг для нас. По себе самой, с помощью ульта. Ну и падает рипера. Ну пытаемся дотянуться на Ане, умирая от оба ДПСа. Есть как будто бы небольшой шанс дождаться. Да, то есть не спеши вперед. Зря бежишь вперед. У тебя ключевой ультимейт. Еще минимум 3 секунды точно есть времени. А ты сбегаешь на поминки быстрее, раньше времени. Посмотри, Сигма успевает тащить по факту. Видишь, он вышел и он успевает. Он слева уже возле телеги. То есть ты мог стоять вот в этом вот зале за троном, ныкаться и дать на Ане в Сигму. И Сигма бы здесь жил, 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 не умирал бы до ДПС ультимейтов точно. Ну как минимум ты бы был жив, понимаешь? Ты, конечно, сдал, наверное, бусы, я не сильно ругаю за это, да? То есть можно было сдать его, конечно, получше, в нужную цель. Чуть лучше по таймингу. И самое главное, ты бы сам выжил. Ну и давайте. Должно этого хватить, надеюсь, на контест срочно выйти. Сразу баночку я бы дал. Нечего жалеть банку, это уже победа. Чтоб точно не погибал наш тиммейт на Рипере. Ну и все. Попытаться кого-то поснайпить немножко, подамажить. Ну только не стенку. Нет, не лечим с... Ну она не лечится, она фуловая. Подамажь оппонента. Ты как будто, знаешь, вот тебе не рассказали, что бабка это снайпер, который может еще и по оппоненту пулять. У тебя вообще не так веселый оппонент, а ты мирный. Ну такой, типа, я мирный, я мирный, я ничего не делаю. Вот, вот, хорошо. Хотя бы одна тычка уже радует. Много и не нужно. Даже одна тычка этого ультимейта тоже копка. Это тоже приятно. Обезьяна в лице опять. Ну вот, ходим. На Рипера она хорошо напарывается. Здесь хорошо это работает. Рипера поддержать. Мору поддержать. Всех поддержать. Слип. Жалко, что промахиваешься. Простой был слип, честно скажу тебе. Такие слипы лучше регать. Прям обезьяна в упоре, без бабла. То есть, ну, такое ты обязан слипать, чтобы подниматься на Ане по-любому. Здесь ты умирать не должен был. Не критично видишь, как ошибка не грубая по итогу, да. То есть, как бы, механическая такая, чтобы это научиться делать. То есть, создаешь карту с ботами, тренируешься постоянно слипами. Кастомок очень много для тренировки Аны существует. Вот. Ну, и поэтому ждем новую атаку. Снова почему-то не дамажим. То есть, можно было пострелять, посидеть по оппоненту. Да, вот наконец-то вспоминаем, что это можно делать вместо того, чтобы радостно бегать. И очень близко стоишь. Ну, прям очень. Ну, бабка ж снайпер. Ну, она же далеко сидит обычно в хорошей позиции, в непробиваемой позиции. А тут опять вот обезьяна почти допрыгнула до нас. Если бы не Сигма, то она бы в нас влетела. Купол проломали, разменяли танк. Ну, пойдет, устроит. Банка очень нужна. Очень не хватает банки, на самом деле, в оппонента. Вот, чтобы, вот, мотая назад пару секунд, буквально, вот, твой Генжи, вот, в этой ситуации, вот, сдохли танки. У них нечем блощить. Они все перед тобой. Сейчас бы баночку в эту Соджорн, да, он бы ее съел сразу же. Ну, банка в тресу тоже не худшая. Сузу пошло. По трейдере, обилка в обилку. Главное, что сами выжили. Очень много лечит. Кипера, дружище, очень. Давай, без промахов. Эх. Ну, Кирико ульте мы ничего не можем, да, мы не успели отойти никак, но тут дело не столько в отходе, даже и в позиционке, потому что агрессивный был размен. Можно было играть агрессивно. Тут просто ультимейт. Просто мы не можем перевесить ульту Кирика нашими тычками или чем-то еще. Это сильная ульта. Так, ну, файт вина был. Строго хилу я бы здесь вышел на твоем месте. Попытался бы дать даже банку в Сигму, да, он просто бы захилил на фулс-столб. Как будто бы без Сигмы мы не выиграем точно. Ну, хорошо разыграл тоже. Альтернативный, конечно же, способ выиграть это кого-то убить. Попадаем, а белки поэтому. Тоже тащим, тоже выигрываем файт. Нормально. Ну что, друзья, вот такая вот плотная каточка получилась в серебре. Что можно пожелать нашему игроку? Ну, первое. С банками не спешить, но варианты всегда искать. Потому что вот в начале катки было парочку банок, которые были очень поспешные. Такие, знаешь, прям совсем ранние. Старайся всегда думать, хотя бы, будет ли какое-то в банку продолжение. То есть вот просто ароматор стоит на контакте с Сигмой, ты даже банку в Сигму, что будет? Ну, ароматор кулаком, он по башке треснет. Уже неплохо, уже что-то. Ген же в кого-то влетел, дэшнулся, тоже может туда банку шпырнуть, попытаться помочь ему. Так вариант, ну или до, наоборот, с ним только, ну, это копираться уже требуется тоже для рангов повыше. Продолжение, W, какой-то контакт, что-нибудь. Ну и в целом, если будешь в банке чуть аккуратнее кидать, то вэлью будет намного больше. Потому что промахи банками у нас существуют, как по себе, так и по противникам в этой демке они есть. А это довольно важно. Второе, это агрессия у тебя, на ней вот совсем не хватает. Моменты есть, где прям в супер чил происходит. На телеге стоим, едем АФК. Между файтами у нас есть время, оппонент регупается и подходит по одному. Нужно работать дамагой, если нету угроз. Нету вдовы, нету ханза. Все, спокойно заходи в зум, спокойно тычкуй. Одна, две тычки в промежутках. Намного не нужно, этого хватит. Это бонусная копка, это в мако тоже потихонечку будет тебе капать, капать, капать процент ультимейта. Что ж, дамы и господа, вот такой разбор получился у нас сегодня. С вами как всегда был Анекс, ставьте лайк этому видосу и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. До скорого, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова